Жители многоквартирного дома на улице Вертковской объявили настоящую войну гаражам на своей придомовой территории. Потому что, во-первых, они не украшают двор, а кроме того, являются местом протяжения для сомнительных личностей. Но как не понести лишние затраты при демонтаже гаражей и при этом не нарушить буквы закона? Поиском ответа на этот вопрос занималась корреспондент программы Екатерина Лобанова. Непонятно, что делать с гаражами, которые стоят на территории дома. Им уже больше 30 лет, явно, что это, наверное, еще с советских времен они стоят. Неясно, кто собственник, неизвестно, как их убрать отсюда. Ну и, соответственно, еще деревья выросли между ними тоже. Если их гаражи демонтировать, наверное, возможно, еще есть деревья, как этот вопрос придется решать. Территория дома позволяет расширить парковку или, может быть, сделать детскую площадку. Ну, в общем, что-то с этой землей можно сделать, а на ней стоят неизвестные гаражи. Таким нелегким вопросом жители многоэтажки на улице Вертковская задаются уже который год. В прошлом ноябре они даже провели общее собрание собственников жилья, на котором проголосовали за снос гаражей. Но пока это решение осталось только на бумаге. Летом мы начали собирать подписи граждан нашего дома. Больше две трети точно проголосовали за снос этих гаражей. Действительно, здесь полная антисанитария. Сюда ходят и исправляют нужды, и наркоманы закладки делают, и колятся там же. И эта территория с детским садом находится рядышком. Детки маленькие, они видят все это. Здесь очень опасно ходить ночью, по вечерам, особенно когда темно. Освещения нет, здесь гаражи очень страшные. За разъяснениями, как же в конце концов очистить придомовую территорию, жители многоэтажки обратились в районную администрацию. Там им сообщили, что материально поддержать операцию по вывозу гаражей не могут. Целевые средства для проведения данного вида работ на земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, в бюджете администрации района не предусмотрены. Рекомендуем обратиться в специализированную организацию, осуществляющую вывоз металлического лома для проведения данного вида работ на безвозмездной основе. То есть, получается, нанять организацию и за свой счет эти гаражи убрать. Но мы не знаем, каким образом это сделать, потому что в гаражах могут храниться ценные вещи хозяев, если такие имеются. Вот буквально в конце лета один гараж был взломан, и туда поместили автомобили. Сейчас этот автомобиль каждый день разбирается по запчастям. Каждый день в 11 утра приходит женщина, как на работу, и разбирает этот автомобиль на запчасти. Какие не нужны, она выкидывает в мусорку. Я позвонил знакомому, который занимается металлолом, он говорит, что это в любом случае надо делать при наличии каких-то документов о праве собственности. У кого на эти гаражи права собственности, непонятно. Как признать гаражи бесхозными и убрать их, не нарушив букву закона, мы поинтересовались у адвоката Павла Ярового. Здесь прямого механизма, его по сути не существует. Я бы предложил жильцам всячески принять меры к тому, чтобы известить этих собственников о том, что гаражи будут сноситься. Для начала распечатать объявления, развесить на гаражах на этих самых, а о том, что просьба связаться с таким-то, допустим, представителем совета дома по вопросу вывоза гаража. По мнению правоведа, не лишним было бы также составить акт о том, что процедура извещения проводилась. Может быть потратить какие-то небольшие деньги, дать объявления в средства массовой информации, может быть по телевидению бегущей строкой дать, может быть еще в какую-то газету. Чтобы потом никто не говорил о том, что не извещались, не оповещались и так далее. Вот смотрите, вот у нас были объявления, мы сходили, сфотографировали, вот у нас фото. Такого-то числа мы разместили. Вот у нас фото, они месяц висят. По мнению юриста, когда сроки требования к собственникам гаражей убрать их собственными силами истекут, жители дома могут начать демонтаж с привлечением специализированной организации. Через месяц, например, пришли, мы опять сфотографировали, вот такого числа мы опять зафиксировали. Да, объявления висят, но никто ничего никуда не вывез. И потом, после этого, после этого, да, действительно, они могут уже обратиться. Если какое-то имущество там вдруг окажется, то они могут просто по акту его, значит, заактировать, что нами такими-то вскрыт такой-то гараж, обнаружено то-то, 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 то-то. Это имущество передано на временное хранение, на склад нашего живого. Потом, если никто не востребовал, значит, никто ничего никак, просто тогда использовать по назначению все. Может быть, даже продать какие-то деньги, получить возмещение своей затраты. То, что собственники земельного участка категорично настроены очистить свою территорию от железных гаражей, сомнений нет. А значит, это лишь вопрос времени. Наше мнение, что кто-то захватил эту территорию и пользуется этими гаражами, сдаёт в аренду, либо, ну, как бы написали, продам. То есть, как бы, грубо говоря, срезы в новые замки появились. Представьте себе, со времен Советского Союза вряд ли вот эти вот свеженькие замочки бы сделали. Кто-то приезжает, знаю, просто сюда вещи складывают. То есть, там гаражи захламлены всяким, ну, мусором, как говорят. На балконе мест нет, уже сюда, как бы, дальше.